Следующее, 21-го воплощения Верховного Господа, приходит с потрясающе непостижимой целью. 24-й стих 3-й главы 1-й песни рассказывает об этом так. Затем в начале Калиюги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, и Господь явится в будущем времени в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Господь Будда, Сит-Хартагутама, принц, рожденный в семье удивительной возвышенной царской династии, был изолирован своим отцом, который потерял свою жену, матушку Будда при родах сына, изолировал будущего Господа, воду Сит-Хартагутаму от всех проявлений, как мы сейчас сказали, Калиюги. Мальчику не дано было видеть пределы дворца и даже столицы, всей столицы рождения, старения, болезней, смерти, никаких проявлений неблагоприятных вещей этого мира. Мальчику было видеть не дано до достаточно зрелого возраста. Какими соображениями руководствовался царь, можно только догадываться, он хотел обеспечить счастливое детство и юность своему царю, своему царевичу, который должен был заместить его на троне. Достаточно зрелого возраста, выйдя из юношеского возраста, Сит-Хартагутама вырвался из пределов, за пределы любящей опеки своих родителей и пошел в мир постигать его, изучая саморазличные писания, пробуя самые различные методы самоосознания, начиная с методы полного истощения, измождения тела и ума. История его жизни совершенно удивительна. Еще удивительный цель, который является Господь Кришна в этом воплощении, одним из интереснейших явлений в этом воплощении было полное отрицание авторитетов вечных ведов. Для этого была историческая подоплека к времени явления Сит-Харты-Гаутамы на планете. Ведические, так называемые ведические брахманы постепенно исхитрились превратиться в ракшасу, убивали животных под видом ведических жертвоприношений с разными ведическими мантрами, в качестве еды для себя и своих семей. Это было совершенно невыносимо для Господа. И он решил вмешаться таким очень интересным образом, отринув авторитет вед и предложив интересную безбожную дхарму, отрицая само существование Верховного Господа, и в то же время давая огромное количество правил и предписаний, садданы, и очень много философии. Господь Будда преподал не так много сутр своим ученикам, которые были позднее записаны. Однако буддизм разрос в огромное древо. Огромное количество писаний написано на разных языках. К примеру, включая сэнскрит, поли, китайские, тибетские языки. И очень во многих писаниях, учёных, с которыми нам доводилось сталкиваться, даже здесь, в Китае, из-за билии представлены разные имена, как говорится, Господу Будду. Но на самом деле, это имена, если прислушаться внимательно, это имена Господа Вишну, разные имена Господа Нрисимха, и даже Господа Варахи. Насколько знакомы были с Бхагаватом писатели буддийской традиции, нам неизвестно, однако именно Господа, разных воплощений Господа встречаются в их молитвах достаточно часто. Кроме того, Господь Будда принёс собой этот принцип Ахимсы, ненасилия, не только насилия физического над животными, но и всяческого, и насилия над телом, душой, умом. Замечательнейший принцип. Его нельзя сбрасывать со счетов, благодаря этому принципу, которым руководствуется большинство буддистов в Китае, очень многие из них с радостью принимают сознание Кришны. За ритуалами, за изучением писаний, за разными тапасями, которыми они поклоняются Господу Амитапхе, они не видят даже искорки любовных отношений с Господом, а Господу им не разрешено убедить как такового вообще. Если махаянский буддист ведёт, по крайней мере, в Брахмадзёте, то хиноянский буддизм ведёт в причинный океан, во тьму растворения в Нирване. Очень многие буддисты сейчас в Китае всей душой льнут к сознанию Кришны. Во многих монастырях есть наши бхагаватумы, в тех, в которых есть библиотеки и учёные. Весь полный набор бхагаватумов, даже учения Шри Чайтани. Само имя Амитапха, мы здесь по именному Амитапху, поклоны Господу Амитапхе. Амитапха в переводе с санскритов, просто в китайском оно звучит исполнение немного иначе. Абха – это значит сияние. Амита – значит измеримый. Амита – неизмеримый, бесконечный сияние. Конечно же, это имя относится в полной мере Господу Кришне Брахмадёте, Которого сияние Брахмана является всего лишь светом, и сочием ногтями на ногах, и у прекрасных ногтями на стопах, и у лотосных стопах. Вся слава удивительнейшему, непонятнейшему воплощению Господа Кришне в форме Будды. А Господа Будды.